Глава шестая «Я никогда не стал бы водить машину. Страшно боюсь аварий. Даже если не разобьешься насмерть, покалечишься на всю жизнь», — сказал скульптор и непроизвольно схватился за указательный палец, который когда-то чуть не отсек себе, отесывая деревянную статую. Палец сохранили ему поистине чудом. «Выдумки», — сказала Мари Клод громким голосом. Она была в великолепной форме. «Я попала в тяжелую аварию, но это было прекрасно. Мне нигде не было так хорошо, как в клинике. Я совершенно не могла спать и потому непрестанно дни и ночи напролет читала». Все смотрели на нее с изумлением, которое явно ее радовало. У Франца ощущение неприязни. Он знал, что после упомянутой аварии его жена была ужасно убита и без конца жаловалась. Смешивалась со странным восхищением. Ее способность преобразовывать все пережитое свидетельствовала о завидной жизнестойкости. Она продолжала. «Там я начала делить книги на дневные и ночные. В самом деле есть книги дня и книги, которые можно читать исключительно ночью». Все изображали восторженное удивление. Лишь один скульптор, держась за палец, сильно морщился от неприятного воспоминания. Мари Клотт обратилась к нему. «В какую группу ты зачислил бы Стендаля?» Скульптор слушал ее в полух и потому смущенно пожал плечами. Искусствовед, стоящий возле него, заявил, что, на его взгляд, Стендаль — чтение дневное. Мари Клотт покачала головой и громко объявила. «Как бы не так, ты глубоко ошибаешься. Стендаль — ночной автор». Франц участвовал в дискуссии о ночном и дневном искусстве с немалой рассеянностью, ибо занят был только одной мыслью — когда появится Сабина? Ни день и ни два они вместе раздумывали над тем, стоит ли ей принять приглашение на этот коктейль. Мари Клотт устроила его для всех живописцев и скульпторов, которые когда-либо выставлялись в ее частной галерее. С тех пор, как Сабина познакомилась с Францем, она избегала его жены. Однако, опасаясь выдать себя, они в конце концов все же решили, что будет естественнее и менее подозрительно, если она придет. Поглядывая краткой в сторону передней, Франц непрерывно при этом слушал звучавший в другом конце салона голос своей восемнадцатилетней дочери Мари Ан. Покинув группу, где царила жена, он подошел к кружку, в котором первенствовала дочь. Один сидел в кресле, другие стояли, Мари Ан сидела на полу. Франц был уверен, что Мари Клотт в противоположном конце салона также не применит вскоре усесться на ковер. Садиться перед гостями на пол в то время было жестом, выражавшим естественность, непринужденность, прогрессивность, общительность и парижский бонтон. Страсть, с какой Мари Ан садилась повсюду на пол, была такой истовой, что Франц нередко опасался, как бы она ни плюхнулась на пол в магазине, куда ходила за сигаретами. «Над чем вы сейчас работаете, Аллан?» — спросила Мари Ан мужчину, у ног которого сидела. Аллан был столь наивен и искренен, что собрался было ответить дочери хозяйки галереи от чистого сердца. Он начал объяснять ей свою новую манеру письма, которая представляла собой сочетание фотографий и живописи. Не успел он произнести и трех фраз, как Мари Ан принялась свистеть. Художник говорил медленно, сосредоточенно и свиста не слышал. Франц шепнул. «Можешь мне сказать, почему ты свистишь?» «Потому что не люблю, когда говорят о политике», ответила она громко. В самом деле двое мужчин из этой группки стояли и говорили о предстоящих во Франции в выборах. Мари Ан, чувствуя себя обязанной руководить увеселительной стороной вечера, спросила их, собираются ли они на следующей неделе в театр слушать оперу «Российни», которую дает итальянская оперная труппа. Меж тем живописец Аллан подыскивал все более точное определение для своей новой манеры письма, и Францу совестно было за дочь. Чтобы заставить ее замолчать, он во всеуслышание объявил, что в опере ему бесконечно скучно. «Ты ужасен», — сказала Мари Ан, пытаясь с полу хлопнуть отца по животу. «Главный герой потрясающе хорош! Боже, до чего он хорош! Я видела его два раза и влюбилась по уши». Франц отметил про себя, что его дочь страшно похожа на мать. Почему на него она не похожа? Ну, что поделаешь, не похожа и баста. От Мари Клоттон слышал уже бесчетное число раз, что она влюблена в того или иного художника, певца, писателя, политика, однажды даже в одного велогонщика. Разумеется, все это было лишь пустой болтовней ужинов и коктейлей, однако нередко при этом он вспоминал, что двадцать лет назад она то же самое говорила о нем и угрожала самоубийством. Наконец в салон вошла Сабина. Мари Клотт, увидев ее, направилась к ней. Дочь продолжала вести разговор о Россине, но Франц прислушивался теперь лишь к тому, о чем говорили две женщины. После двух-трех приветственных фраз Мари Клотт взяла в руку керамическую подвеску, которая была у Сабины на и излишне громко сказала «Что это у тебя? Безобразная подвеска». Эта фраза привлекла внимание Франца. Она не была сказана воинственно, напротив, громкий смех призван был подчеркнуть, что неприятие подвески вовсе ничего не меняет в доброжелательстве, с которым Мари Клотт относится к художнице. И все же эта фраза выпадала из общего стиля, в каком Мари Клотт обычно вела разговор. «Я сделала ее сама», — сказала Сабина. «Право, она безобразна», — повторила Мари Клотт чрезвычайно громким голосом. «Тебе не стоит ее носить». Франц понимал, что его жену немало не занимает, действительно ли подвеска безобразна. Безобразным было прежде всего то, что она хотела видеть безобразным, а красивым — то, что она хотела видеть красивым. Украшения ее друзей априори были прекрасны, и даже, найдя она их некрасивыми, она скрыла бы это, и болезнь давно сделалась ее второй натурой. Почему же она решила, что подвеску, которую Сабина сама себе сделала, она вправе посчитать безобразной? Францу стало вдруг совершенно ясно. Мари Клотт объявила Сабинину подвеску только потому безобразной, что могла себе это позволить. Еще точнее, Мари Клотт объявила Сабинину подвеску безобразной, чтобы дать понять, она может себе позволить сказать Сабине, что ее подвеска безобразна. Сабинина выставка год назад не имела большого успеха, и Мари Клотт не очень-то добивалась расположение Сабины. Напротив, у Сабины было основание добиваться благосклонности Мари Клотт. Однако на ее поведение это никак не отражалось. Да, Францу ясно как день. Мари Клотт воспользовалась случаем дать понять Сабине и другим, каково между ними двумя истинное соотношение сил.